Здравствуйте, коллеги. Мы сегодня уже много говорили о скидке, о геосоциальном приложении. И вот тут еще одно я вам хочу рассказать. Вы знаете, потому что, понимаете, все уже устали, наверное, по-моему. Собственно, в чем есть еще проблема? Мы сегодня говорим о проблемах пользователей. И пользователи часто не знают всего, что происходит вокруг них, в том числе не знают, где и чего можно купить или использовать дешевле, чем обычные. Они не знают, какие скидки, не знают, какие есть продажи. Естественно, мы получаем разные купоны на улице, есть купоны и уклоны. Но, тем не менее, это не вся полнота информации, которая есть, да, существую. Мы не знаем, какие есть бизнес-планчи в ресторанах, как тут у нас, какие акции проводятся в магазинах. Все это мы, наверное, не всегда знаем. Но, наверное, хотели бы знать. Идея Дилхантера состоит в том, чтобы помочь людям показать друг другу, рассказать о выводных предложениях. Идея простая, она, собственно, похожа на механику форк-скварки, когда в форк-скварке вы добавляете там заведение какое-то на карту, да, а здесь вы добавляете не заведение, а некую акцию привязанную к магазину, к бренду, к ресторанам, кафе и так далее. Тем самым мы все вместе помогаем друг другу, мы создаем вот эту самую базу, базу выводных предложений. Мы также, мы как Дилхантер проект, мы также аккредируем купоны, потому что это, опять же, большой кренд, и, соответственно, это тоже интересные люди. Таким образом, в Дилхантере сейчас есть как купоны, которые можно купить на купонных сайтах, так и скидки за продажи внутренних предложений, которые достаточно, которыми можно воспользоваться, просто введя в место, да, которое там уже есть, из каких-либо купонов и так далее. Что еще мы делаем? Мы помогаем легко найти это, мы помогаем человеку сфокусироваться на тех предложениях, которые ему интересны, то есть пользователи могут выбрать именно те категории, которые, с которыми они хотят следить и не следить за купонами и за спидками неинтересных для них категории. Они могут посмотреть, что в книг, они могут посмотреть предложения в других частях города, в других городах и так далее. Они также могут рассказать все очень своим друзьям в социальных сетях о том, что они либо нашли предложение, либо они воспользовались каким-то выгодным предложением, акцией или скидкой. Тем самым мы пытаемся вовлечь в наше вот это сообщество охотников за скидками, это больше и больше людей. И, опять же, сегодня говорилось много об окровой механике, мы тоже постарались сделать так, чтобы пользователям не только было, они понимают, что собирают базу скидок, они в себе другим не только делают хорошо, но и участвуют в некой такой игре вокруг, собственно, вокруг механики приложения. То есть чем больше вы добавляете скидок, тем больше вы очков получаете, тем выше вы в рейтинге, тем ближе вы к некому статусу заветному мэра, мэра города в нашем замечательном приложении. Собственно, мы не так давно спустились, в конце рейтинга, пока только в App Store, но тем не менее уже учили около 10 тысяч пользователей и было достаточно много обзоров, в том числе афиша, вот в Village рассказали о нас в числе приложений для, мобильных приложений для горожан. И мы видим, что отлик есть большой, поэтому мы тогда будем продолжать, поставить наш сервис, улучшать его и, опять же, масштабировать его на другие страны. Потому что сейчас этот сервис доступен только в российском обществе, но, поскольку он практически полностью пользовательский, мы его легко можем перенести и в Европу, и в США. Более того, английский интерфейс уже готов. Собственно, мы готовы к запуску его на другом треке. Все, готов? Давайте, наверное, на нового секунду. Да, спасибо.